здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в этом видео и мы с вами в этом уроке поговорим о галереи для наших продуктов мы с вами когда создавали продукт то есть загружали изображение для товара но у нас они не выводятся как вот здесь у меня в демо для данного магазина есть два специальных плагина они устанавливаются отдельно то есть в самом компоненте магазина данной возможности нету для этого вы перейдете в папку с курсом найдете папку дополнительные материалы компоненты джумла касса и вы должны найти плагин gk images elevate zoom то есть вот он один-один версия вот этот плагин мы сейчас установим и настроим его после чего у нас картинки в продуктах будут выводиться там много настроек давайте приступим переходим в админку нашего сайта далее расширение менеджер расширений и обычным способом как мы с вами устанавливали магазин мы установим данный плагин я вы просто перетяну сюда загрузить и установить данный плагин у нас успешно установился переходим расширение менеджер плагина кликаем вот здесь в правой части сайта по айди и еще раз по нему кликаем чтобы отсортировать наши все плагины и наш плагин он теперь находится наверху крестик говорит о том что данный плагин отключен кликаем по заголовку сразу его включаем и давайте его настроим первая опция добавить обложку обложка это наше первоначальное изображение которое мы с вами загружали думаю что можно добавить здесь уже на ваше усмотрение здесь подсказки все на русском написано и давайте знаете что сделаем давайте мы с вами просто сохранимся посмотрим как сейчас это выглядит возможно у вас устроит как все выглядит а потом уже зайдем и здесь под настроем данный плагин нажимаем сохранить здесь еще и складка описание но здесь просто текст описание здесь больше ничего не давайте посмотрим перейдем в наш продукт обновляем страницу и сразу после обновления мы видим что у нас внизу появились маленькие изображения конечно же если вы загружали в продукт давайте я вам напомню переходим джумал касса продукты заходим в какой-нибудь продукт и вкладка изображения то есть вот если вы сюда загружали изображение эти изображения как раз идут для нашего слайд-шоу для нашей галереи здесь продукте то есть данный плагин он позволяет вывести это на сайт и что мы видим мы можем кликать по изображениям у нас уже все работает то есть кликаем по миниатюрам они отображаются наверху если я навожу мышь на основное изображение рядом всплывает вот такое окошечко где мы можем в увеличенном виде разглядеть продукт если мы кликнем на изображение то изображение открывается в лайтбоксе и также по стрелочкам можно переключать в режиме лайтбокса так давайте поднастроим теперь данный плагин переходим опять расширение менеджер плагинов заходим в наш плагин тип масштабирования линза внутренний зум но здесь надо просто смотреть как это выглядит не уже выбрать для себя увеличение колесиком то есть колесиком мыши можем крутить и изображение будет увеличиваться конечно да сохранить и сразу смотрим вот смотрите здесь есть некая такая проблема именно вот с этим эффектом видите у нас получается лупа находится сзади за картинкой давайте попробуем взять не линза а внутренний зум и сохранить обновляем если мы выбираем внутренний зум у нас при наведении ничего не всплывает только переклики мы можем увеличить изображение в лайтбоксе поэтому здесь этот вариант я считаю не подходит линза выдает какую-то ошибку делаем по умолчанию нас открываются дополнительные поля позиция окна просмотра и то есть смотрите видите у нас единичка и в подсказке единичка находится в правой части вот видите зелененькая в зеленом квадратике в правой части то есть это у нас вот это всплывающая увеличивающая часть телефона вот она ведь и всплывает нас справа здесь вы определяете где вы хотите чтобы это всплывало например 10 это должно вылезти с другой стороны давайте обновимся десятка она видите как-то как-то за телефоном идет тоже если возьмем например 4 сохранить то у нас она появляется ниже я считаю что единица это самое лучшее потому что здесь у нас есть пустая область она ничем не занята поэтому я думаю что здесь лучше оставить единицы смягчение здесь подсказки все понятно можно поставить до увеличение колесиком до ширина окна фрагмента и высота ну можно оставить 200 здесь уже на ваше усмотрение нажимаем сохранить обновляем сайт вот смотрите теперь я при наведении на основное изображение кручу колесо мыши вы видите изображение у нас увеличивается или уменьшается то есть это очень-очень крутая вещь то есть можно разглядеть абсолютно все детали нашего телефона но нижняя опция здесь тоже все написано по-русски принципе оставляем тоже да вот в принципе все настройки настроек немного но они дают достаточно интересные эффекты так с этим плагином все и я хочу вам сейчас предложить еще один плагин альтернатива возможно он вам понравится больше хотя мне нравится больше вот именно вот этот вариант соответственно два эти плагины не будут у вас одновременно работать если вы выбираете другой вариант то вот этот плагин мы с вами отключаем соответственно если вы определитесь какой плагин для вас лучше то тот который вы отключите его лучше не держать на сайте его лучше вообще удалить с сайта я пока его отключаю сохранить и закрыть и давайте с вами установим еще один плагин для галереи он находится вот здесь вот ниже вас там же в папочке с курсом jk images перетаскиваем его вы видите его название перетаскиваем его суда загрузить и установить плагин успешно установился переходим расширение менеджер плагинов он у нас наверху так вот так он называется переходим внутрь включаем также здесь добавить обложку до выберите вкладки с миниатюрами изображений да то есть где их выводить но пока оставим как есть мы сначала посмотрим стиль окна белая граница с тенью тень без границы белой границы здесь опять же надо вам просто по выбирать по сохранять и посмотреть как вам больше нравится тип контура округлый белый внешние свечения здесь надо опять же смотреть кнопка закрыть кнопку закрыть показать вот и все настроечки сохраняемся идем на сайт обновляемся и вот есть такой вариант здесь конечно же миниатюра смотрится не очень хорошо наверху хотя может быть вам вашем случае они подойдут то есть то же самое здесь вот так миниатюры перелистываются здесь при введении на картинку вместо курсора мыши появляется лупа при клике вот так всплывает симпатичное изображение есть кнопочка закрыть и внизу если наведем на изображение есть миниатюры мы можем прямо так в самой картинке их переключать вместо стрелочек то есть выберите для вас какой плагин вам больше нравится и здесь уже вам нужно просто поиграться как вам больше нравится внешнее свечение белая граница вниз вкладки например сохранить обновляемся вкладки теперь внизу я считаю что так лучше вот и вкладки например еще можно вправо попробовать то есть справа здесь видите совсем смотрится не очень хорошо думаю что лучше всего их оставить внизу вот и все в принципе о данных плагинах здесь ничего сложного я думаю нет на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем видео уроки